Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Ну, в силу некоторых обстоятельств, некоторых моментов, которые были, так скажем, описаны в тексте, я не вижу для себя возможности по этическим соображениям его засчитывать весь. Вот, поэтому я в общих чертах только опишу тему и смысл вопросов. Заключается он вопрос следующий. Три года встречался автор вопроса с девушкой. Все это время были мини-ссоры, вот, значит, были на расстоянии, но встречались. Далее девушка приезжает в Москву, как я понял, и, в общем и целом, недавно они расстались, в феврале. После девушка пишет автору о том, что нашла другого, вот, старше ее на много лет. И в подробностях описывает то, как ей с ним хорошо, в том числе интимные подробности какие-то имеют место быть. И, в целом, получается так, что автора вопроса обвиняют в том, что он ее динамил, эту девушку, в начале отношений. Вот, был период, когда он ее динамил. Вот, связано это с, так скажем, рядом причин, да. Вот, об этом я, ну, детали я не буду, утожнять, детали я не буду, как бы, засчитывать. Автор вопроса спрашивает, правда ли, значит, что он, цитирую, буквально такой урод, а вот, значит, что вот динамил из-за этого девушка высказала ему вот это вот, ну вот то, что ее, скажем так, ну, то, что ее вот тревожило, да, то, что ее, ну, беспокоило. И второй вопрос, насколько, значит, соответствует действительности то, что она пишет, то есть почему она вот в таких подробностях описывает, как ей хорошо. Смотрите, значит, по поводу первого вопроса, я могу сказать здесь только следующее. Я могу сказать, что вне зависимости от того, как девушка относилась к тому, вот, как вы себя вели, да, вне зависимости от этого, у меня есть предположение, что она не могла, как бы, ну, принять, не могла принять то, с чем вы столкнулись, то, с чем вы столкнулись, то есть она не могла принять вашу, ну, скажем так, вашу некоторое, ну, вашу некоторую противоречивость, да, в этом, вот. На мой взгляд, совершенно не так важно, хорошо вы поступили или нет, потому что у вас в данном случае свой опыт, у вас в данном случае своя, ну, история и то, что вы мучились, то, что вы не могли сделать выбор, это, ну, как бы, на мой взгляд, на мой взгляд, к девушке не относятся напрямую, то есть вот это, пожалуй, здесь самое главное, что девушка принимает это на свой счет. она принимает это на свой счет, но не принимает вас. Вот что важно. и с ее стороны нет принятия, понимаете, да? Соответственно, говорить о любви с точки зрения ну, вот, с точки зрения психологии, да, по-видимому, по-видимому, нет, нет, нет возможности, нет возможности, если вы в данном случае понимаете, что я имею ввиду. вообще говоря, подобному проявлению я не удивлен, потому что человек, ну, в силу, опять же, ряда причин, да, не отличается личностной зрелостью, которую вы требуете от нее. возможность для возможность для нее вас обвинять, а в том числе появляется, потому что вы сами себя вините. вы сами по сути, на мой, на мой скромный взгляд, даете ей вот эту возможность, то есть, вы сами ну, позволяете ей как бы себя обвинять. если бы вы, например, себя бы не винили, да, если бы вы себя не обвиняли, то, ну, говорить о ее обвинении не приходилось бы, то есть, в данной ситуации это выглядит, к сожалению, так, как будто бы девушка озеркаливает вам ваши, ну, собственные, скажем так, переживания, да, то есть, вы, вы себя, вы себя обвиняете, ну, и девушка вас обвиняет, обвиняет тоже, почему бы и нет. вот, то есть, тут, ну, тут ситуация, вот, тут, тут ситуация вот такая, как мне кажется. И, я не сомневаюсь, что вам это неприятно слышать, но, давайте, по возможности будем все-таки, наверное, честными, что ли. То есть, ну, постараемся, постараемся быть честными. Что касается второго вопроса, то, на мой взгляд, конечно, наиболее вероятной, наиболее вероятной, наиболее вероятной ситуации, для меня, выглядит, аспект, связанный с тем, связанный с тем, доля правды, значит, есть доля правды, значит, есть доля правды, правды. Но, на мой взгляд, присутствует, ну, приукрашивание, да, присутствует, усиление, присутствует, идеализация и гиперболизация того, что происходит. то есть, действительно, может быть, всё так, как, вот, девушка описывает. И, ну, как бы, понятно, что она вам прям такую уж, правду, такую, что её там, грубо говоря, что-то не устраивает, да, она вам говорить не будет. То есть, ну, на мой взгляд, это, очевидно, что она не будет говорить вам, вам, ну, всей правды. ну, как бы, здесь, да, здесь, ну, стоит обратить внимание, конечно, на то, что, девушка, по сути, говорит только о позитивных каких-то моментах. Вот. Не говоря, при этом, о моментах, которые, например, там, её не устраивают. Вот. Она говорит только о том, что плохо и хорошо, и не говорит о том, по сути, что может быть плохо. А нюансы, вот, ну, именно, именно, именно нюансы, да, нюансы какие-то, есть всегда. Но она вам о них не говорит. значит, как бы, цель, да, её цель заключается, именно в том, чтобы, ну, по факту, показать, как ей хорошо, показать, вот, как здорово ей. Вот. на мой взгляд, такая у неё, в данном случае, цель. Значит, ну, что это, месть, месть, не месть, значит, значит, а, попытка, там, не знаю, восстановить, значит, свою, самооценку, ну, попытка восстановить, значит, свою самооценку, э, и так далее, ну, на мой взгляд, это не так, э, важно, и не так, э, э, крит, ну, критично, вот, потому что, э, на мой взгляд, ничего не меняется, от того, э, узнаете ли вы об этом или нет, то есть, на мой взгляд, э, ситуация, ну, вообще, она, не меняется, никак, да, то есть, девочка, по сути, уже, э, сделала, какие-то, э, шаги, да, девочка, по сути, уже сделала какие-то действия, девочка, по сути, уже, э, значит, ну, совершила, э, какие-то поступки, да, и, в общем, в целом, я не думаю, что, тут имеет, тут имеет значение, важно другое, на мой взгляд, важно другое, важно то, что вы, получается, себя вините, вот, важно другое, важно то, что вы, э, себя, ну, вот, э, по сути, да, вы себя, может, ну, как бы, обвиняете, э, вот, э, вот, это, момент, на который, э, э, на мой взгляд, э, имеет смысл, обратить ваше внимание. э, если вы, если вы, коне, если вы, конечно, если вы, конечно, ну, вот, ну, вот, в целом, хотите, э, 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 ну, с ситуацией, э, разобраться. Ну, вот, э, 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 в... какой-то, вот, неуверенности, и, возможно, э, э, ну, возможно, привязанность э, к, э, э, ну, к девушкам, вот. э, 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 такая вот история может быть, Если вы понимаете в данном случае, о чём идёт речь, то есть ваша задача увидеть корень проблемы. То, что вы описываете, та история, которую вы описываете, она, безусловно, печальна, она, безусловно, грустна эта история. Но эта история, она, к сожалению, закономерна, потому что человек, находящийся в таких условиях, которые вы описываете в частности, не может вести себя по-другому. Точнее, очень большая редкость, когда человек может как-то изменить своё поведение, может как-то по-другому себя начать вести в этом смысле. Так что вы изначально были обречены на некие проблемы. Важным моментом, важным моментом является следующее. Ну, на мой взгляд, важным моментом является следующее. Вы пишите, что, ну, ссорили с девушкой, вы пишите, что у вас с ней вот, получается, были конфликты такие вот, ну, как вы говорите, мини-конфликты, да? И вот мне очень хотелось бы понять, мне очень хотелось бы увидеть, с чем эти конфликты связаны. Ну, конкретно, то есть, какой склад, допустим, вы вносили в ссору, да? И так далее. Вот что мне интересно. Это мне очень интересно. Если вы сможете увидеть, какой склад вами вносился в ссору, какое, ну, какое, какое участие, да, какое участие вы, ну, ну, приня... принимали в конфликте, то я думаю, я думаю, что можно будет вам помочь... с этой, ну, с этой, с этой ситуацией разобраться, конечно. Если вы этого, ну, само собой хотите. Так же психолог может помочь вам пережить травму развода, если она у вас... Травму расставания, простите, не развода, травму расставания, если она у вас есть, вот, помочь вам, значит, ну, с этим справиться, да, помочь вам прожить этот момент непростой, непростой достаточно. И дальше, я думаю, уже можно будет говорить о коррекции вашего... Поведение, да, коррекции вашего психического состояния для того, чтобы вы могли, вот, ну, в дальнейшем, например, в... Такие ситуации, допустим, не попадать, да, вот. Неплохо, неплохо было бы вам увидеть то, что понравилось вам в девочке, то есть, что вот, грубо говоря... Ну, что вас привлекло в ней, да, и так далее. Было бы неплохо, если бы... Если бы вы могли это сделать, то было бы неплохо, если бы вы могли в этом направлении как-то позволить себе двигаться. Это, опять же, позволило бы вам несколько, скажем так, детализировать то, что вы к ней чувствуете. В целом. В целом. В целом. И, собственно, все это могло бы привести... Только к плюсам для вас. Ну, на мой скромный взгляд, конечно. Вот, с точки зрения психологии, да, и с точки зрения, вот, психотерапии. Я, конечно, прекрасно понимаю, что вам плохо. Я прекрасно понимаю, что вам тяжело. Я понимаю, что вы, ну, мучаетесь, страдаете, переживаете. Вот, но помочь вам можно, так как я примерно рассказал. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. Вам она, в смысле, помощь, пригодится и вам будет, ну, вам будет только легче. При этом я не рекомендовал бы вам в данном случае затягивать с обращением к психологу. Всего вам самого доброго. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok